Знаменитая и, пожалуй, самая проблемная улица Ширалиева. Часто и жительские жалобы здесь на канализацию и убитые дороги. На проезжей улице всегда пыльно. Из-за переполненности септиков стоит еще и неприятный запах. А некоторые даже сливают отходы прямо на дорогу. По словам Розы Садыказиевой, это вынужденная мера. У каждого хозяина установлен септик. Но если нет канализации, невозможно дышать. Вонь стоит ужасная. Тогда еще приходили с мэрией и обещали нам сделать дороги, канализацию, водопроводную систему, а потом исчезли. Отдельные жители своими силами провели питьевую воду, другие продолжают переживать неудобства. Проект по внедрению дренажных систем был готов еще три года назад, а пока велись переговоры по ремонту и установке. Первоначальные взносы составили 5,2 миллиона евро. Работы начнутся только в июне. Планируется запустить 5 километров канализационной трубы и 8 километров водопроводной. Уже поступило первое финансирование. Потихоньку начались работы. А с июня месяца на улицах Ширалиева и Чоналыш начнут проводить водопроводную трубу и канализационную. Канализационная система даже во всем Нары не оставляет желать лучшего. Вся сточная вода не проходит глубокого очищения, а проводится только биологическая чистка. В связи с чем вся грязная вода напрямую попадает в реку Нарын. Провести видеосъемки на месте, где перерабатываются, нам мэрия не разрешила. То, что канализационная система нарушена, знают все. Вот по этому проекту должны были взяться и за него. Но в этом году уже не получится. Будем надеяться на следующий год. Обещаниям городского муниципалитета местность уже не верит. Может потому, многие горожане комментировать планы их не стали. Тем временем, в другой части города 28 километров канализационной трубы ржавеет и выходит из строя.